Дорога, которую лучше объехать, чтобы сохранить подвеску. Для жителей Стрешнево этот путь единственный, другие в деревню просто не ведут. Наталья Лоликова ездит здесь как минимум дважды в день, на работу в поселок Теплое и обратно. Были случаи, когда рейсовые отменяли. Если здесь не расчистить, и даже вот небольшая наледь, даже вот осеннее, весеннее, все, здесь почти что аварийная ситуация. Население Стрешнево около 200 человек. Дорогу в деревню построили больше 40 лет назад. Асфальта здесь не было никогда, только щебень. Со временем стали появляться ямы и выбоины, но ремонта не было. Местные жители говорят, что годами писали письма в администрацию. Накопили целое собрание сочинений. В результате направили обращение в правительство области. Пишем мы уже про нашу дорогу 4 года. Письма приходят, ответ пишут, отписку делают. А как была дорога разбита, так и осталось. Последнее письмо без ответа не осталось. Его на оперативном совещании в правительстве региона зачитывает губернатор Алексей Дюмин. По этой дороге ходит школьный автобус и люди опасаются за жительство детей. Камзолов Александр Александрович. Мы посмотрели, проанализировали. Там средний трафик автомобилей примерно 30 автомобилей в день. Но в то же время то, что ходит там автобус школьный. Там пусть ходит один автомобиль в день. Меня больше всего волнует школьный автобус. Да, школьный автобус. Поэтому принято решение на сегодняшний день. По мере накопления мы стараемся как можно быстрее накопить отходы фрезерования. Это уйдет порядка 2000 тонн. И мы ее восстановим. Дорога регионального значения. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, до конца лета ямы будут засыпаны срезом асфальта. На ближайшие два года проблему это решит. После дорогу планируют капитально отремонтировать. Любовь Зиконкова, Владимир Ребриков, Первый Тульский. Продолжение следует.